Всем привет! Меня зовут Саша, вы на канале Посылки из Китая. Сегодня у нас очередная распаковка с Алиэкспресс. Я думаю, будет что-то интересное. Первый товар, который я получил. Четыре мизинчиковых аккумулятора. Заявленная емкость 1250. Приходит вот в отличном таком контейнере. Подвешивать можно на крючок. Посмотрим, работают, не работают. Попользовался я этими батарейками и могу сказать одно. Что с заявленным характеристикам они немножко не соответствуют. 1250 написано на самих батарейках, плюс на упаковке. По факту у меня получилось их зарядить только на 1150. Ну там плюс-минус на каждой батарейке по-разному. И на разряд они у меня выдали где-то 1050. То есть, грубо говоря, каждый раз сотку скидывали. Ну вот здесь есть на китайском что-то написано. И потом идут обычные цифры. 1200. Возможно, все-таки заявленные не 1250, а 1200. Тогда погрешность еще меньше. Ну, решайте сами, нужны вам такие вещи или нет. Ссылка будет в описании. Куча женских труселей. Какие-то фламинго, пуделя, цветочки, очередные цветочки и здесь цветочки. Или это может быть детские трусы. Честно, я не помню, но у них даже размеры, по-моему, разные. Да, смотрите, если вот так приложить, мне кажется, мне по крайней мере, это кажется, что вот эти труселя побольше будут. Материал на ощупь вроде бы неплохой. Прошиты аккуратно. 100% катон написано. Размер М. Вот в таком состоянии у нас приехал товар. Коробка вся в хламе. Никаких кнопок, ничего нет. А бильярдный шар номер 8. Неоднократно видел такого плана шары в различных фильмах. Шар, который отвечает на ваши вопросы. Автострада 60 существует? Вы его потрясли и читаете то, что он вам пишет. Но здесь ни хрена нету. То есть, периодически вот появляется. Consult me later. Спроси меня позже, насколько я понимаю. Здесь вода даже, вон пузыри видны. Consult me later. По-моему, что-то пошло не так. Пузырей, насколько я понимаю, быть не должно. Что это за фигня? Это брак или это так должно быть? Шар вроде бы неразборный. Ну, я, конечно, посмотрю еще и побалуюсь с этой штукой. Вроде бы даже по деньгам не сильно. Ну, не копеечный товар, я бы сказал. Что-то в районе 7 долларов или 8 стоил. А здесь такая подстава. No. Нет, не подстава, говорит. Как же не подстава, если подстава? Его даже вот вы потрясли. У вас ответ появляется там. Вы хотите его перевернуть, почитать. И у вас это не выходит. На первый взгляд полная хрень. Ну, посмотрю, поиграю. Много почитал я отзывов про эти шарики. И могу сказать с уверенностью, что люди недовольны этой продукцией. И у многих при покупке возникает вопрос вот про эти пузыри, которые находятся внутри шара. Достаточно распространенный брак. И некоторые не знают, как с этим бороться. Но если шар раскрутить, ну, точнее, раскрутить, разрезать его по контуру, там находится небольшая емкость, из которой можно выкачать воздух и залить немножко недостающей жидкости. Какую жидкость заливать? Ну, я думаю, что вряд ли какую-нибудь воду, потому что она может зацвести. Возможно, какой-нибудь раствор для линз подойдет. В свою очередь, я не советую покупать эту фиговину. Что мне не понравилось еще, это я не смог открыть спор с продавцом по поводу этого шара. Не могу вернуть даже пару центов с этой покупки, потому что я просто, ну, так сказать, просрал время открытия спора. Прошло 15 дней со дня закрытия заказа, и шар мне достался за полную стоимость. Одна из немногих моих неудачных покупок. А здесь у нас термосумка. Очень полезная и удобная штука в летний период. То есть, вы закинули сюда, допустим, баночки пива, ну, или просто напиток. Я думаю, банок 6 сюда маленьких кол и пепси станет свободно. Практически 2,5 часа назад в эту сумку я зарядил банку пива из магазинного холодильника. Сейчас посмотрим на его температуру. Правда, тест градусников я никаких не сделал, потому что китайский градусник, который я заказывал год назад, приказал долго жить. Он показывает очень хреновую температуру, и тестировать с помощью него не вижу никакого смысла. Поэтому только тактильные мои ощущения, и я понимаю, что баночка практически осталась той же температурой, как до погружения ее в этот чемодан. Температура в комнате около 23 градусов, и банка мне в руку кажется достаточно холодной. 2,5 часа, я думаю, это достойный вариант для поездок на дачу, поездок за город, ну, или еще куда-нибудь. Сюда может спокойно поместиться вот таких пол-литровых 4 банки. Если это какие-то маленькие пепси будут по 0,33, то 6 точно станет, я думаю. Также можно положить горячую какую-то с обойку, и она будет также держать, я думаю, температуру. Выглядит достаточно неплохо. Единственный минус, который я для себя вижу, это нет регулировки этого ремешка. То есть, если бы был ремешок немножко длиннее, было бы вообще здорово. Майка. Вот такая майка с рисунком, какие-то лунатики, ну, космонавты, короче, по веревке лезут на Луну. Померяю, покажу вам, и, вы знаете, мне кажется, что мне она подойдет. Я имею в виду по размеру. Какой-то магазин HH. Ханхенд. Языками не владею, ваше благородие. Сто процентный хлопок. На ощупь, да, действительно чувствую, что... На ощупь реально чувствуется, что это хлопок. Прошито все очень даже неплохо. Вот так эта майка выглядит на мне. И, знаете, мне кажется, что она все-таки немножко мне маловато. Возможно, я ошибаюсь. Кому-то нравится такой фасон, но я люблю более такое что-то свободное. И что больше всего меня удивило, что эта майка произведена не в Китае. Я смотрел, более внимательно изучал там сзади эту лейбу. И там было написано, что Made in Bangladesh. То есть, китайцы просто указаны как импортеры. Там какой-то китайский завод поставляют майки из Бангладеша. И, вы знаете, после того, как я увидел эту бирку Бангладеш, я начал обращать внимание на швы. Здесь они сделаны не так, как в предыдущих майках, которые я заказывал в Солишке. Все как-то прошито, ну, более толково все-таки чувствуется какая-то фабричная, нормальная фабричная, неподпольная технология. Ну, как она будет носиться, я не знаю. Я ее носить не буду. Поддам кому-нибудь из близких, кому она более-менее подойдет. Я считаю, что мне она не очень идет. И следующая посылочка. Кто часто заказывается Алиэкспресса, я думаю, уже неоднократно сталкивались с брендом Кафель. Это бренд, который делает различные зарядки и провода. Товар пришел в своем фирменном пакетике. Маленький микро-USB шнурок. Недавно у меня уже был такой шнурок от другого производителя. Он себя неплохо показал. Ну, так как у меня в прикуривателе двойная зарядка, я решил заказать себе второй. Правда, тот шнурок оказался дороже. Этот шнурок был с купоном, я заказал его. Вот такие товары были сегодня на распаковке, на обзоре. Если вы хотите принять участие в конкурсе на 150 российских рублей, обязательно поставьте лайк и напишите комментарий к этому видео. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить колокольчик, для того, чтобы смотреть как можно больше моих роликов. А я с вами прощаюсь. Результаты через 10 дней. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok